Итак дорогие друзья мы с вами снова в эфире вчерашнее задание 50 ремней и видео о них я выполнил и теперь мы идем дальше как видите сегодня я несколько не брит и не совсем причесан ну времени на все не хватает но говоря о прическах вот как раз не принесли сейчас вот такие деревянные расчесочки знаете принципе я вообще люблю дерево я почти полтора года в германии работал стволером правда краснодеревщиком ну тем не менее столе и расчесочки мне понравились здесь есть логотип фон флорке ну какой-то граф очевидно и мой заказчик очень этим дорожит этим логотипом и он не хочет чтобы я снимал плоско он хочет чтобы я это ставил хотя просит не так уж много но тем не менее выставлять их клеить потом это все фотошопе убирать но очень вы знаете много время займет а когда время занимает она всегда влияет на цену кстати о цене мы получили запрос на видео урок по ценам образования мы вообще очень внимательно следим за вашими комментариями это что в наших силах мы будем конечно стараться делать поэтому о цене мы с вами обязательно поговорим я думаю что мы сделаем такой вечер вопросов и ответов потому что делать целую тему было бы неразумно потом говорилось о том что неплохо было бы сделать видео по спайдер кьюву как им пользоваться принято сделаем и был разговор о том что исчезла интрига и вы не знаете теперь что будет завтра но дело в том что мы сами теперь не знаем каждый день приносит нам что-то новое и но на наш взгляд интересное мы сейчас снимаем для каталогов и я думаю что эта тема такая животрепещущая потому что я в основном конечно я снимаю ювелирные изделия часы я снимаю но от как в россии называют каталожка похоже на каталожку вот я не отказываюсь потому что это предметы причем когда они попадают такие мягкие деревянные красивые предметы и лист кожи что-то я очень люблю снимать то я ни в коем случае не отказываюсь мы договариваемся о цене и я с удовольствием берусь за такие предметы но возвращаясь к теме как же это все поставить и так чтобы поменьше фотошопе было работы и самим не заморочиться цена не такая уж большая на них и поэтому я решил вам сегодня показать небольшое приспособление я называю его русские счеты и вы в конце поймете почему для того чтобы изготовить его требуется ну буквально 10 минут я сейчас покажу его и вы будете им пользоваться гарантированно потому что она очень просто это приспособление вы даже нельзя назвать изобретение просто как по-русски говорит приспособа да я сейчас подвину все поближе чтобы мы могли рассмотреть не обязательно и не бритвы физиономии тут разглядывать хорошо так что вы сейчас будете видеть только мои руки начинаем что нам для этого понадобится леска довольно-таки толстая и очень тоненькая лесочки две пружинки пара зажимчиков у вас могут быть совсем другие но у меня в хозяйстве были вы сейчас увидите ничего из инструментов пара плоскогубцев и ножницы первое что мы делаем отрезаем кусочек лески обворачиваем смотрим длину длина подходит все хорошо и сделав серединочку сначала так секунду серединочку серединочку вот мы делаем здесь петлю завязываем петелечку рыбакам не надо объяснять как это делается они прекрасно знают для того чтобы ее получше затянуть я пользуюсь поэтому двумя плоскогубцами вот так можно было бы нагреться расплавить то почему-то у меня все время после этого дело рвется вот мы сделали петельку видно нет вот петелька теперь обнимаем нашу панельку и вот эти два конца я просовываю зажим ну продавались такие зажимы я купил мне они понравились вот и тут зажимаем сначала и теперь делаем узелки так я надеюсь это все видно если нет покажу поближе делаем узелочки тоже берем плоскогубчики и затягиваем так лишнее лишнее отрезаем все за эти вот петельки очень хорошо двигать и вы сейчас узнаете почему нам нужно это двигать вот вот такую петельку мы сделали видите и в эту петельку мы вставляем пружинку уже начинаем догадываться что происходит да если нет то делаем вторую так берем нашу толстую лесочку обворачиваем опять отрезаем с запасом вот так и то же самое сделаем тут петельку вот так и то же самое происходит мы сейчас возьмем этот зажим так так сейчас покажу покажу сейчас вот зажим у меня я его сначала зажимаю но этого будет недостаточно поэтому я делаю здесь узелочки и еще затягиваю плоскогубцами тогда натяжение получается уже хорошее ну теперь можно еще разок где наша не пропадала еще разок неприятно когда начинаешь работать и что-то рвется откручивается отвинчивается поэтому понадежнее сразу делаем так конце отрезаем вот и получили то же самое сейчас я покажу поближе видите вот эту петельку да вот она она но она пойдет у нас конечно с другой стороны а здесь этот крепление сразу же служит тем что я могу взявшись за петельку и за это спокойненько двигать вот ну вот теперь мы видим две петелечки у нас есть вешаем опять же пружинку сюда а теперь совсем просто берем тонкую лесочку так и делаем здесь тоже петелечку на одном конце все и вот теперь подводим наши петельки с пружинками на самый край берем проверяем где у нас примерно будет еще одна ну где то вот здесь да заметили это место делаем еще одну петельку так но это большая петелька получилась так но это большая петелька получилась и сюда я цепляем так того у нас получились две петелечки значит то что мы хотели мы добились сейчас это плоховато видно но вот пожалуйста как я обещал 10 минут мы получили великолепное крепление сейчас это все спрятать не нужно нам это и теперь смотрите я опускаю за счет натяжения оно получается очень хорошее и мощное натяжение так ну и где наши расчесочки а вот они они так маловато опускаем вниз если еще можем еще вниз вот в этом как раз и прелесть можем под любой предмет настроить так так лога 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 не забыть вот оно и все вы видите мы можем фотографировать уже наши расчески именно вот в таком грубо говоря стоячем положении но как я вам обещал вам покажу еще один секрет сейчас каким образом почему я называю это русскими счетами я думаю вы наверное уже догадались но лучше если я вам покажу свои деятельности как предметный фотограф мне приходится очень часто работать с так называемыми бицами биц это изобретение пандоры фирма пандора она специализируется вот на таких браслетах а это я называю конструктором то есть использовав цепочку можно они всяких тысячи различных формы цвета и вот используя это можно собирать вот такие красивые браслеты исходя из цвета глаз волос какая на вас одежда и в общем то довольно таки интересно на мой взгляд решение поэтому они успешны во всяком случае на нашем немецком рынке у меня много заказов поэтому и когда я начинал я каждый этот биц старался поставить потому что нужно было так с таймяк фотографировать и получались большие проблемы и вы знаете в одно прекрасное время мне пришла в голову такая вот идейка вот я поэтому и назвал ее русскими счетами пока я это изобретение себе приспособление сделал мне уходила масса масса просто масса времени на то чтобы это все установить это все поставить все как-то расположить я думаю это все остальные уже двойные просто ну в своей деятельности я вам сразу скажу когда я делаю действительно съемку то я стараюсь разделить их то есть я беру это так называем урана биц из венецианского стекла я делаю сериями допустим сначала беру стекло потом вот такое граненое кристалл биц они называются вот при этом работаю я в перчатках чтобы потом не мучиться потом я беру это старое серебро так называемое альдзильба и допустим если у меня есть подвески то я делаю еще и подвесочку сюда так где наша пружинка вот вот мы цепляем пружинку сюда цепляем пружинку сюда перетянула немножко можно было побольше сделать этот но идея вы уже поняли да я могу таким образом изменить угол какой мне нужен допустим видите диагональ и теперь поставив камеру я буду просто двигать нажал отодвинул нажал отодвинул они будут все на одном угле они будут все в одном фокусе единственное иногда бывает нужно подвинуть чуть-чуть но с этим тоже справляется клеящая паста вот так вот поэтому ребята это я и называю бусы или русские счеты очень рекомендую я надеюсь что было хорошо видно вот а сейчас я пойду снимать дальше свои расчесочки сам процесс я показывать наверное не буду потому что они мало чем отличаются от ремней вот единственное теперь вы видите я свои заставочки черные полосочки я теперь их повесил сюда я создаю так называемое черное белое окошко и этим самым тоже могу регулировать чтобы не было засветов на краях расчески больше ничего практически цель сегодняшнего видео было показать вам каким образом можно быстро и хорошо снимать мелкие предметы да и крупные предметы которые надо поставить которые надо поддержать и так далее леску заделать в фотошопе это два тычка штампиком правда же ну вот пожалуй все осталось последнее я сейчас сделаю анонс а вот наш и анонс вы получили кучу таких красивых платков и задание снять на кукле вот этой причем задание сложно тем что ну ладно как-нибудь укладывать мы научимся это пригласим женщин для того чтобы показали как это действительно красиво и правильно делается ну вот так будет отрезано естественно так будет отрезано кубка тоже не будет видно то есть в основном весь упор пойдет на платок и сложность заключается не в том чтобы снять на белом фоне это мы вам тоже покажем когда большой предмет снимается на белом фоне какими приемами мы пользуемся сложность заключается в том что заказчик не хочет чтобы платок блестел почему-то я не знаю у них у каждого свои какие-то заморочки как в россии говорят тараканы в голове но если он этого хочет то он это и получит и вот как мы должны еще сами опробовать ну я примерно уже знаю как да и заодно и вам покажем понравился вот такой анонс ребята пишите комментарии спрашивайте я сейчас начал создавать такой каталог записную книжку ваших вопросов и пожеланий и в ближайшее время как я и сказал мы тоже сделаем такой вопросник ответник но пока я думаю что ближайшие две недели мы будем заняты вот этим то есть это не уроки в полном объеме это как бы вы у меня смотрите через плечо чем я занимаюсь я заодно что-то рассказываю я больше чем уверен что какие-то маленькие части не все наверное зачем вам 4 сразу софтбокса покупать но во всяком случае мы дадим толчок в каком направлении двигаться и мы не забыли про наши импульсные вспышки накамерные ни в коем случае я просто готовлюсь к этому и мы тут шьем мобильные софтбоксы то есть если мы за что-то беремся мы беремся серьезно не абы как быстренько и поэтому я понял что подготовка должна к этим накамерным вспышкам более тщательно чем я до этого планировал и мы подумали что мы сейчас чуть-чуть переостановим а так чтобы вы не скучали и не говорили ну вот только наобещали ничего не сделали нет поэтому мы вам эту серию ввели мы назвали ее практика то есть даже не уроки это это просто практика вы видите как практически что-то делается и я надеюсь что это интересно если нет дайте знать мы прекратим итак я сейчас быстро сделаю видео и пойду дальше снимать свои расчески хорошо и до следующего раза моя тетушка извините чуть не забыл пожалуйста не требуйте сейчас от нас чтобы вы мы вам показывали как снимается ювелирка ювелирка мы умеем ее снимать да но это высший скажем так уровень предметного фотографа и чтобы до него дойти нужны определенные ступени нельзя прыгать через ступеньки мы можем вам показать как вот допустим снимается вот это ожерелье но на этом все дальше вы должны будете опять экспериментировать опять думать а так наберитесь терпения мы с вами пройдем этот путь вместе мы не бросим вас это точно и будем идти постепенно для того чтобы появилось сознание что вы делаете и тогда любой предмет попавший вам в руки допустим жерель часы или вот простые расчески вы уже где-то заранее будете знать как это снимать это приходит с опытом именно этот опыт мы сейчас вам и даем поэтому не спешите пожалуйста окей но теперь все